Вечер, друзья, я рискну уже сразу называть вас друзьями, хотя с вами еще не знаком. Но у меня было больше времени подумать под этим вопросом, и я, наверное, отвечу так. Я рискну, даже надеюсь, что могу себя охарактеризовать таким словом. Ученик. Необычно. Интересно. А, пару слов про это можно? Ну, и, наверное, уже будешь плавно начинать свою тему, да? Хорошо, я просто объясню, почему. Почему? Наступил момент, когда ко мне в гости, ну, не ко мне, в нашей семье приехала старая наша подруга из Германии, и мы начали общаться. И в разговоре одна из вещей, о которых она сказала, говорит, ну, Эки, ты же не понимаешь, что всеми людьми в жизни движут, в принципе, два инстинкта. Сексуальный и пищевой. С кем бы, скажем так, заночевать и что бы покушать. И все, что мы делаем, куда мы устраиваемся на работу, поскольку мы встаем, что мы одеваем, в принципе, направлено на то, чтобы оправдать вот эти два инстинкта и добиться вот этих двух целей. Я особо в диалоге тут не участвовал, и очень тупо кивачиваю. Да, наверное, да. И потом, когда она уже уехала, знаешь, как это хорошая русская, приходит и послать. И давно уже уехала эта Ирина, я начал анализировать своих друзей, свое окружение, и понял, что большинство людей, с которыми я общаюсь, вообще руководствуются не этими инстинктами, а их жизнью управляют две вещи. Вера и мечта. Высокая цель. И определенное мечтание. И почему я себя характеризую как ученик? Потому что мне очень хочется, чтобы мир менялся к лучшему. И у меня еще не очень хорошо получается его менять, уж тем более своими силами. Вот. И поэтому я учусь это делать. Я учусь самому становиться лучше, и учусь делать мир лучше через то, что я узнаю как-то из новых вещей, через общение с людьми. И я надеюсь, что сегодняшний вечер тоже будет полезен не только для вас, но и для меня. Очень на это надеюсь. Поэтому, покойте, какая характеристика ученик? Здорово. На самом деле, друзья, мы очень переживаем, чтобы все было хорошо, и сами можем напутать много вещей, говорить одни и другие, но мы стараемся, вы так же, если вам не понравилось, учить, учить, да? Мы учимся, мы будем учиться делать это лучше. Значит, мог бы, ласка, поддерживайте наш спинер, Эдик, он так уж переживает. Давайте поднимаем аплодисменты моего, и мы послушаем его команду. Может создаться впечатление, что меня пригласили из-за того, что я очень часто говорю, на публике, общаясь с людьми, это совсем не так. На самом деле, я общаюсь с маленькими группами людей, и сегодня, когда ребята позвонили и задали мне конкретный вопрос, они говорят, Эдик, как тебя представить? Вот ты будешь выходить на сцену, как тебя представить? Я понял, что двумя-тремя словами, предложением невозможно описать то, чем я занимаюсь. Первый компонент, которым я хотел бы поделиться, что действительно, да, я закончил КНЛУ 4 года назад и очень доволен. Я переехал сюда из Крыма 10 лет назад для того, чтобы учиться. Я учился в Институте Восточных Языков, главный мой язык был японский, а также зарубежную литературу. То есть я еще и зарубил попутно. Поэтому, ребята, я очень доволен, что КНЛУ в этом году очень сильно задействован, насколько я понял, сильнее всего КНЛУ задействован в этом году, вообще в этом проекте, от Содружества студентов-христиан. Доволен, потому что в то время, когда там учился я, это было там 2003 года, и научился по 4, меня потом было бы полностью выбирали. Через 2 года я опять-таки бы пришел, как говорится, в себя, вернулся в университет, закончил, словом, вообще, с отличием, Бакалавра, Магистр и так далее. Я лично вообще не могу позже рассказать, это вообще не важно сегодня детали. Важно, что когда я находился в этом университете, я задавался теми же самыми вопросами, которые будут задавать вам на этой неделе, предполагая, что вы задаетесь этими вопросами. Один из них очень простой. Кто я и чего я стою? Это сегодняшняя тема, наша вечерняя, сегодняшний вечер будет посвящен именно этому вопросу. Это была одна из тем, которая беспокоила реально меня. Я так предполагаю, что каждый человек рано или поздно этим вопросом задается. Кто-то свою ценность не нашелший, идет и вешается, кто-то нашелший, но не в том источнике, где надо бы начинать развивать, раздумать свою самооценку, очень сильно гордиться собой. Но так или иначе вопросом, кто я и чего я стою, мне кажется, задается рано или поздно каждый человек. Мы сидим и раздумываем, какое место я занимаю в этом мире, какая из капель в море именно я, какая из песчинок на пляже именно я и так далее. И каждый из нас размышляет над тем, какая же его роль, какая его позиция, и самое главное, какая его ценность в этом мире. Но когда-то был один философский вопрос, который я обсуждал со своей мамой, она очень любит такие вот моменты, подискутировать, как будет и углубиться. И в один вечер так получилось, что я по поводу этого вопроса книгу читал, фильм смотрел, с другими общался, а она лишь выслушала мою точку зрения. И в конце этого, этого моего получасового монолога, она разводит руками и говорит один просто очень логичный вывод. Так я-то просто разумею. При желании я вам расскажу позже, о чем шла речь, но суть именно в том, что я понял, что она поняла это все не потому, что раньше противность, и в течение облигования железных аргументов, а потому что еще хуже ситуация была. Никто и никогда не презентовал ей эту точку зрения именно с такой позиции. Элементарно из-за того, что у нас тупо не хватает времени, или не хватает как-то усилий, или желания иногда, плюс суеда такая в жизни. Просто ты не можешь сесть на секундочку и просто вздохнуть, замереть и задуматься, чего реально я стою, какое место здесь, на этой земле, занимаю именно я. И если бегаем, 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 и чем это обращается, чем это заканчивается? Тем, что в итоге, свои точки зрения нам начинают скармливать другие люди. Начиная еще со школы, нам рассказывают, что вот там 500 лет назад, Шлицпир сказал, что весь мир театр, и люди у него кто? Актер, да? Кто-то же не знает, могут догадаться. И 500 лет мы усолим эту точку зрения, что люди актеры, что каждый должен натянуть маску, а кто не должен, все равно приходится. И мы думаем, да, да, действительно так. Потому что нет времени реально сформировать свое собственное мнение. И куда бы ты ни сунулся, по сути, все рекорды, все рекламы, все сериалы, и все, кто с тобой встречается, и все, кто раздает тебе флэра в метро, делают только одно. Они формируют твою точку зрения о самом себе. Они, конечно, не говорят, сейчас мы вам расскажем, чего вы стоите, и кто в этом. Но я говорю вам сразу наперед, я хочу поделиться сегодня этой точкой зрения, и буду открыто вам говорить о том, как мы считаем, кем мы являемся на Земле, и чего мы стоим. Единственный момент в том, что очень много существует источников и факторов, которые люди начинают на себя натягивать, чтобы оценить свою стоимость, свою ценность в этом мире. Ну и раз это мероприятие, этот маленький проект, организован с Задружеством студентов и христиан, я думаю, уже очевидно, понятно для всех, что мы будем рассматривать нашу позицию в мире, и наше положение, и в первую очередь нашу ценность, чего мы стоим с точки зрения христианства. Элементарно из-за того, что все вокруг, и знаки, и картинки на маршрутках, проезжающих мимо, кричит о том, кто ты, что тебе надо, каким кремом мазаться, что тебе нужен не Noiselle, а Vodafone, и начинает тебе рассказывать, как жить. И будет просто несправедливо при таких условиях жизни не поделиться с вами точкой зрения христианства. И я хотел бы начать с нескольких факторов или критериев, которые, как многие люди считают, определяют нашу ценность. Большой вопрос, что определяет нашу ценность? Я слышал от одного человека, что если взять человеческое существо среднего веса, скажем, 80 килограмм, и распределить его на химические элементы, которые его составляют, это довольно известная новость для многих и не новая, и предложить химику в лаборатории приобрести эти химические вещества, то есть все, там, все это железо, которое ты из арбуза получил, кальций из твоих зубов и костей, фосфор и так далее, потому что ты рюкку кушал, потому что мама рассказала. Предложить это все химику совокупно купить, потому что того же железа, к примеру, в организме человека достаточно, чтобы гвоздь целый снять. Химик, если предложить это купить, он даст за это ни много, ни мало 230 гривен. То есть кучка из тебя, из твоих химических элементов, твоего кальция, фосфора, магния и так далее, немножко даже золота, есть в нас, я подозреваю, что это в некоторых, не во всех, но все равно. Но тем не менее, 230 гривен, плюс-минус, то есть это один футбольный кроссовок, я только что проходил по шалевке, смотрю кроссовки, 460. Ты стоишь столько, сколько один кроссовок, если рассматривать себя с точки зрения просто человека каким-то образом появившегося во вселенной. Есть другая точка зрения, и тут мы уже переходим к тому, на комминстер, я уже понял, как можно объяснить, кто я, о чем я занимаюсь, и почему это сложно одну фразу сказать. Я кружусь как, ну, уже порядка 5 лет, как связующее звено между организациями, которые хотят сделать мир лучше, например, Альянс Украина без сиротов. Их цель добиться того, чтобы любой сирота в Украине наконец-то попал в семью. Или организация, которая называется LJV, людям, живущим с ВИЧ. Это люди, которые трудятся именно с теми, которые по несчастливой случайности получили, вот, заразили с ВИЧ-инфекцией и так далее. Таких организаций огромное множество, и, помимо этого, есть огромное множество людей, которые хотели бы делать подобные вещи, которые хотели бы у себя в университете или где-то в техникуме, в какой-нибудь бойерке, сесть и организовать такое вот мероприятие, как сегодня. Но они не знают, как они не знают, как договориться, не знают, что сделать, с чего начать, куда поставить иммертарно чайочек и какие печенья выложить. Множество организаций нуждаются в множестве волонтеров, которые будут заниматься подобными вещами. Со спортсменами, с детьми, сироками, школьниками, студентами. И моя задача соединить тех, кто умеет, с теми, кто хочет, но еще не умеет. И оказалось, что в Украине, я думал, сотни, оказывается, тысячи молодых людей, которые хотят заниматься такими вещами, которые хотят способствовать попаданию сирот в семьи, которые хотят помогать людям, которые подвисли на наркотики, перейти все-таки к нормальной, здоровой жизни, устроить себе семью и так далее. Вот моя роль. И вот почему сложно так было бы одним предложением это описать. Я даже не знаю, какая это позиция или должность. Недолжность – это образ моей жизни. А вечером с 6 часов я поставлю, преподаю английский язык, раз уже я буду закончить. И ночью я перевожу телепередачи и радиопередачи. И это позволяет мне много ездить, путешествовать и сводить вот этих людей и делать таким образом мир лучше. Так вот, мы возвращаемся к точке зрения на то, чего реально мы стоим. Одна из организаций, с которой я сотрудничаю, называется компания А21. Их цель, как это ни странно, для кого-то это может звучать дико, борьба с работорговлей. Оказывается, на сегодняшний день людей, находящихся в рабстве на планете Земля, значительно больше, чем когда рабство было закладно, в частности, в Америке. Сейчас рабов больше, чем их было еще, скажем, 300-400 лет назад. Это вообще невозможно в это поверить, но оказывается. И какая же ценность человека на таком рынке, человеческом, на химон трафик, мы знаем, есть такая, где-то базия. 90 долларов. За 90 долларов можно приобрести одного человека, рабочую лошадку или, в лучшем случае, еще при лучшем сценарии. 90 долларов стоимость человека на рынке можно прийти и купить дешевле, чем землетиземный год. Неужели в этом определяется стоимость человека? В те доллары, которые даются за него, или которые могут за его счет заработаться? Так вот, сегодня я хочу посмотреть с вами на факторы, которые гораздо выше, потому что мне неприятно думать, что моя ценность определяется только тем, что там, вот во мне такой химический состав. Знаете, какой у нас химический состав и какое ДНК? Наша ДНК на 50% совпадает с ДНК бананом. Мне неприятно думать, что на 90% я совпадаю по ДНК с обезьянами. Есть другие точки зрения и многие из них, к сожалению, не являются вечными и постоянными. К примеру, допустим, твою ценность определяет твой статус. Твоё положение среди людей. Это абсолютно реальная ситуация. То, кто тебя окружает, в каком положении ты находишься на работе, по карьерной лестнице, очень сильно влияет на людей и заставляет их подумать, чего они действительно стоят. Собственно, и мы все, как студенты, надеемся на карьерный рост. И что касается рабочих, я слышал такую историю, что в одной компании людям предложили два варианта. Выбрать просто негласно, анкетированием опросили своих сотрудников в одной компании, предложили им выбрать один из двух предлагаемых вариантов повышения. Один из них это повышение по зарплате. Им предложили значительно поднять зарплату. Второй вариант, второе предложение, им предложили незначительно улучшить, и так чуть получше рабочую машину. Девять из десяти этих людей выбрали чуть-чуть получше машину, вместо того, чтобы выбрать намного больше зарплаты. Опять же, это было все в теории. И когда им задали этот вопрос, разумеется, они ответили, что они переживают за свой статус, и их ценность определяется тем, как они выглядят на работе, в своем положении, и так далее. Ну и то, что нас беспокоит обычно, какие у нас часы, у тебя уже простые, а у меня Apple Watch, и так далее. Но все эти факторы, которые я сейчас перечислю, являются не просто временными, а абсолютно бесценными. Произошла недавно со мной такая история. К счастью, удалось нашей семье, спилавшись, приобрести хорошую машину. И для того, чтобы оформить, переоформить ее в МРЭО, мы обратились за помощью к одному человеку, который там раньше работал. И мне стало интересно, как же так получилось, что он раньше там работал. Не знаю, секретная информация или нет, и как ему ияснилось, что он не против нам рассказать, как его оттуда поперли из этого МРЭО. История посвечала очень просто. Пришел человек, когда сменилась власть, и конкретно открытым текстом, опять же, мы говорим про статус, МРЭО в ГАИ, мы знаем, работать очень полезно, потому что есть кому позвониться. Пришел человек и открытым текстом сказал, кто скинется по 5 тысяч долларов, останется на своем рабочем месте. Кто не скинется, мы прощаемся с вами, вы самые славные звезды. Он был одним из тех, кто не скинулся за это рабочее место и сразу же его потерял, хотя там остались знакомства. Поэтому видите, насколько бестолковая затея опираться, в принципе, на свой рабочий статус, на свой успех, по карьерной лестнице, пройденный, изучая японский язык, параллельно, я знал, что в японской культуре есть очень твердое правило. Если вдруг ты переходишь с одной компании в другую, да лампочки, какой-то там был генеральный менеджер, ты будешь начинать с самого низшего звена. И у тебя только что был статус, и вся семья тобой восхищалась, уже через буквально одну ночь ты уже никто, и ты снова начинаешь свой вход по карьерной лестнице. Имеет ли смысл полагаться на такие ценности, которые сегодня тебя возвышают, и ты можешь сказать, да ты знаешь, с кем я работаю, ты знаешь, кто мой подчиненный, а завтра тебе приходят и говорят, скинешься пять тысяч, ты остаешься на своем рабочем месте и удерживаешь свой вот этот статус и свою ценность. Твоя ценность определяется тем, что дядь пришел и сказал пять тысяч на такое чье место. Имеет ли смысл? А я не вижу, чтобы это имело смысл. Может быть, кто-то скажет, что ценность человека определяется его материальным положением. И еще раз, ссылаясь на то, что это мероприятие организовано Содружественным студентом христиан, я буду время от времени как наш стандарт упоминать некоторые вещи, которые указаны из Библии относительно этих вопросов. Есть прекрасная история о том, как человек собирал-собирал я так в трех словах вам расскажу. Собирал кучу зерна в амбаре и пришел коврик и говорит ему, слушай, я сегодня твою душу заберу, ну что, куда ты это зерно с вами возьмешь? И может быть, может быть, мои часы или то, что вот я одел сегодня я из всей одежды выбрал конкретно пиджачок непосредственно, а хотя бы и в кенуру, и в кенурушниках и в кетке. Может быть, это определяет мой статус. То замши вы у меня пуфли или просто какие-то дешевенькие, скош-само. Может быть, материальное мое положение определяет мой статус, но материальное положение тоже не является постоянной какой-то переменной. И я понял это тяжелым путем, научился, этому произошла одна история буквально полтора года назад в Солидарии с Мариной, я тоже являюсь музыкантом и играю в музыкальной группе, но на гитаре. Я очень хотел, очень хочу научиться в Москве играть. Произошла очень интересная история на утро, как мы с другом выводим, садимся в машину ехать по делам, и я вижу, что машину уже ночью открывали. И это была единственная ночь, когда я в машину положил все самые свои дорогие вещи, потому что на утро мы должны были ехать на ярмарку, там был большой фестиваль, и я положил туда одежду, обувь, только что купленные новые кроссовочки, соломончик, и гитару свою, самую классную гитару, на которой я собирал два с половиной года. Все это ушло, ушли кроссовки, и даже, даже вынесли два пакета молока, и вообще, два пакета молока даже вынесли, потому что мы там собирались на ярмарке делать коктейли. И этой же ночью мы с другом перед тем, как мы перед тем утром какое-то все увидеть, предыдущей ночью мы с ним обсуждали один вопрос, тоже из Библии, из книги «Притчи». «Притчи» — это вообще золотящая книга, там написано, как воспитывать детей, как общаться с людьми, как вести бизнес, торговать, что делать с интернетом, как общаться со своей семьей, каким нужно быть мужем, какой женой. Но одна из вещей, которая там говорится, и мы как раз эту ночь в повторном обсуждали с этим русланчиком. Есть одна такая фраза, «Ничего ты в этот мир с собой не принес, и ничего с собой соответственно не заберешь». И утром я это четко очень понял, и это даже была одна из вещей, которая меня успокоила. Я понимал, что эти вещи, эта гитара, красивая, матовая, черная красавица, вообще прелесть, и многие другие вещи абсолютно не определяют мою ценность. Я был спокоен, я общался с людьми точно так же, как если бы эти все вещи были у меня, грубо говоря, на кармане, потому что не они определяют мою ценность. Всякие материальные критерии, твои часы, твой костюм, твой седьмой с половиной айфон и прочее сожрет моль, покроет ржавчина и сожрет окон. Все. Это все превратится в ты. Абсолютно все материальные вещи, на которые ты разлагаешься и надежды, и по которым ты себя меряешь, если меряешь, потому что я в свое время тоже совершил эту ошибку. Сгорят и исчезнут. Или будут, ну, не дай Боже, украдены. Ну, конечно же, не хочется, чтобы с вами это произошло. Еще одна вещь, которая заставляет людей ложно оценивать свою стоимость, это их связи, знакомые и те люди, которые их окружают. Эта ценность не только временная, потому что люди приходят и уходят, знакомые сегодня есть, завтра нет, сегодня тебя полюбили, завтра тебя подставили. Эта ценность и этот критерий еще и опасны, потому что ты начинаешь идти на такие вещи ради своих знакомств и ради связей, ты начинаешь так стелиться, грубо говоря, под людей, что просто этому не может не быть ни конца, ни края. Когда я поступил в КНЛ, то как-то так случилось, что из всех наверное десятка тысяч квартир в Киеве я стал первую комнату снимать, переехав из Крыма, со студентом к АНЛу второго курса. Мы с этим Сашкой Лишневским сразу подружились, познакомились, он веселый, я тоже знаю кучу анекдотов, и вот он меня приглашает уже познакомиться со своими друзьями. Меня, первого курсника, со вторым курсом, да вы что, я только выехал из села под Евпаторией, а мне сейчас уже сразу меня ведут со вторым курсом знакомиться, и я иду и там и Орел, и там и Вовчик, и мне с ними идут, они говорят, может ты с вами на футбол съездишь, и я обомлел, потому что я понимаю, что из всего первого курса поток 105 человек, одному мне выпадает честь со вторым курсом пойти на футбол, и я понимаю, что это все равно, что меня просто вот посвятили как бы в орден второго курса, и я уже могу сказать, что я с Вишневским ходил на Динамо, и так далее. Перед тем, как пойти на футбол, как это полагается, мы заходим в подворотню, и ребята достают две бутылки водки, на тот момент я еще употреблял алкоголь, я там в свое время мог и пивка выпить, да и других вещей, но не хотелось, но не нравится мне водка, ну, вообще не понимали, они достают это дело, и ничего не спрашивают, начинают разливать по стакану, и я понимаю, что если я сейчас скажу, друзья, я не хочу узнать, я как-то, мне, ну, мне в села достаточно, я только что ездил к бабушке на юбилей на 70 лет, и говорю, что, ребята, мне не наливайте, я не пью, чтобы ты заболел, второй сразу же сидит, это ненормальство какое-то, третий, это даже странно, и начинаются такие разговоры, и я понимаю, что эти ребята, этот Орел, этот Вишневский, который я уже практически молился, и этот Вовчик, они уже скажут, о, да ты, братанчик, ты какой-то, что у вас там в Крыму такое творится, что ты что-то не пьешь, и поэтому я тоже, уже, такое ощущение у меня было, я как бычок на убой, идущий, уже дрожащий вот этой рукой, тоже подставляю стакан, потому что выпрут как бы из сада, мне наливают, и тут я вовлю золотую возможность, и совершенно, опять же, хочет хвалиться, потому что я за вторым курсом вот был, и они меня полностью приняли, мне настолько, моя стоимость, моя ценность определялась этими отношениями, что я принял решение, что я это сделаю, выпью вместе с ними, понятно, что многие другие люди делали намного более глупые и опасные поступки, да, такие говорят, что самые глупые вещи делаются после слов, смотри, как я умею, а, нет, самое глупое, это после слов, не, не, смотри, вот так вот надо, я с ними стою, и вижу золотую возможность, ночь, 4 чемпионов начинается, 15-10 ночи, и я вижу, что как бы темно, во дворе чик-чик, и они что-то там мелят, разговаривают, нас 7 человек, я хлоп, и вылил это туда, и стою, типа, ну, прозрачный, они это увидели, они это увидели, и надеяли, я понял, что я буду, и находясь там, в углу, загнанным, я пошел полностью на компромисс со своими убеждениями, полностью на компромисс со своими собственными желаниями, и все-таки вместе с ними, да, выгнал немножко, и мы пошли на футбол, и да, мы дружили с ними, и да, это подняло мой авторитет в глазах других моих сокурсников, потому что, о, он покопчуслишь детский, выходил уже на футбол, а как это он с ними познакомился, а может ты нас как-то туда тоже, там с ними, там день первокурсника, а мы уже со вторыми, и все, и у них вечеринки, и они вообще, они там собираются в комнате, а мы пока что еще никто. Есть вещи, где надо идти на компромисс, где надо прогнуться, ради общего блага, но меня до сих пор преследует этот маленький, казалось бы, момент, что я просто предал свои собственные принципы, потому что на тот момент моя ценность, как я считал, зависело от того, что скажут мне эти ребята. И я понимаю, почему, потому что в свое время в КМРУ никто не вышел вот так, зашел к микрофону и не сказал мне, «Эдик, есть гораздо больше, гораздо лучше критерий оценки твоей стоимости, твоей ценности, чем то, на что равняешься ты». Я понимаю, почему так произошло. Потому что только сейчас уже, ну, в 22 года я начал получать ответы на те вопросы, о которых мы будем говорить на этой неделе. Действительно ли я свободен? Можно ли жить жизнью на 100%? А сегодня, чего я стою? Чего я достою? Какая моя ценность? В 22 года только я начал получать мудрые ответы на эти вопросы. И точно так же, как моя мама когда-то мог бы развести руками и сказать, «Ну, так я-то профессор разумею». Потому что все остальные мне говорили, «Ты должен пользоваться таким мобилем телефона». Что, у тебя до сих пор еще с кнопками? Позорище. У тебя нету Apple часов? Позорище. Давай то, давай то. У тебя в 15 лет не было девушки? Лузер. Та-на-та-на-та-та-на. И все рассказывают абсолютно почему. Потому что у нас заложено что-то такое, где-то не хочется на кого-то поравняться, быть достойным, выслужиться и иметь какую-то ценность перед кем-то. Даже если она навязана другим человеком. Хочу показать вам одну интересную рекламу на 20 секунд просто. Естественный цвет становится еще роскошнее. Инновация. Против же Apple Real Paris. Первая стройкая краска безумья, косынка масла. Уникальная технология доносит цвет в центр волоса, создавая миллионы переливов роскошного, естественного цвета. Против же Apple Real Paris. Вы этого достойны? Опа! Вы, говорит, этого достойны? А я и не знал, что я такого достойна. Ты представляешь? Мне стало интересно. И реклама идет 20 минут. Я скачал ее с YouTube. Очень много. Все до единой заканчиваются фразами. Ведь вы этого достойны. Они рекламируют тебе крем, рассказывают, что вот у тебя будет чистая кожа, она уберет у врачи и так далее. И они не говорят, они знают, на что надавить. Мне стало интересно, и я поинтересовался, сколько же стоит рекламный ролик на телевидении. Кто-нибудь знает, какую-то информацию об этом? Мы сейчас находимся на киностудии, тоже связано со словами. Подобные ролики высвечиваются между двумя половинами футбольного матча в Америке. Есть очень престижный футбольный чемпионат у них по американскому футболу. И еще 10 лет назад 30-ти секундный ролик, 30-ти секундный ролик рекламный в перерыве между двумя вот этими половинками футбольного матча стоил, сколько бы вы думали, ну чисто теоретически, предположите, 30 секунд видео, чтобы показать, надо скажем, центральном канале в главный момент сколько денег это стоит? 2 миллиона евро. 2 миллиона евро. Хороший вариант. 6. 3 миллиона долларов. 64 миллиона. 30 секунд времени на телеканале центральном между... Короче, это, ну, бюджет упал. Короче, можно составить за 300 секунд рекламного ролика. И поэтому вы можете себе представить, знаете, как в 17 мгновений весны, 4 весна, что лучше всего запоминает за последнюю фразу. Каждое слово, там сидит, наверное, 58 человек и продумывают каждый кадр, каждый голосок этой девочки. У них касси 150, наверное, тысяч девушек. Они выбрали одну и потом еще пожалели, потому что было лучше. И каждое слово, каждая букв продумывается, потому что одна секунда этого ролика получается стоит 2,5 миллиона долларов. Одна секунда этого ролика стоит 2,5 миллиона долларов. И в конце они заявляют, вы этого достойны. Они тратят 7 миллионов долларов на то, чтобы тебе не сказать честно, у тебя прощипывали, ему лицо, тебе надо что-то делать. потому что это на человека не повлияет. А внутренняя вот эта струнка твоя этого достойна. И ты думаешь, а да, да, действительно. И ты начинаешь уже тянуть, я бы еще мог бы еще выше бы на руку подняться. И ты думаешь, да, действительно, я этого достойна. И ты понимаешь, что через 20 лет все равно будешь такой же морщинистый, как ты был, просто ты 10 лет пошел в гладенькой кожи и так далее. Все временно, все это проходит. Причем проходит быстро и мимо. И, конечно же, последние инстанции, ну, что это могут быть? Последние инстанции, пожалуй, которая могла бы наиболее, скажем так, близко подвести тебя в более-менее адекватной самооценке, это семья. Если твои связи не идентифицируют тебя, если твое материальное состояние, твое положение, твой карьерный рост, твой статус, место, которое ты занимаешь в рабочей карьерной лестнице, не определяют тебя, то уж, наверное, близкие твоему сердцу люди, которые выносили тебя недоспали ночи, уж они-то тебе точно подскажут, чего ты стоишь в этом мире. Но и тут не без проколов, и тут не без проколов. Одна из вещей, которые ты должен делать в КНУ, если ты учишься на филолога, ты обязан по педагогике написать магистрскую работу в моем встрече. Тема, которую я выбрал, была очень лично для меня интересной, и я писал ее честно, не копируя из интернета. Тема была такая самооценка первокурсника. Мне дали группу из 11 эти девочек, и я их до следующего полгода параллельно преподаваю японский и составлял графики, делал вопросы и так далее. К моему удивлению, я думал, что у всех оценка завышена. Самооценка. Моему удивлению, не буду там долго тянуть, из 11 вот этих девочек у 10 была самооценка заряжена и лишь у одной адекватная. Ни одного человека в этой группе не было завышенной самооценкой. А я табу. И постепенно, после того, как я начал общаться с людьми и больше копать в их отношениях семейные, я тоже начал понимать, почему. Потому что, да, в школе тебе говорят, а ты такой, у тебя ничего не получится. Потому что битборд тебе показывает, что если ты весишь на 5 килограмм больше, чем там модельный битборд, у тебя ничего не выгодит. Потому что проехала маршрутка и ты увидел, что ребята сидят и бьют подвайзер, потому что вот он уже наконец-то приехал. А у тебя денег хватает, в лучшем случае, на Пепси. Или там, караван какой-то. Некоторые даже не знают, что есть такой напиток. Караван. Все Пепси говорят долго и битборд. И вот твоя ценность определяется тем, что ты увидел на битборд. И вот тебе сказали, ты этого достойна, ты понимаешь, что у тебя на лориале, у тебя нету у тебя денег на лориале. Даже если очень надо на, там, что там, на день Валентина кому-то подарить, ты понимаешь, что ты в лучшем случае можешь так, ну, замазать чем-то, вообще-то дело. И у тебя просто нету денег на такие вещи. И самооценка идет вниз, 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 вниз. И как-то мы в летний лагерь с друзьями обучали подростков английскому языку. И в последний день у нас была тема о семье. И мы начали общаться на эту тему, какие отношения вообще у этих детей и семьи. Это старшеклассники. И один из них, ну, честно в слову, зубный, подошел ко мне и плакал потом. Я уже обнял этого Олежка, вообще, я уже не знал, что это у меня. Уже прямой окрасной, и чем же я не знал, он ушел говорить. Потому что он стоит и плачет и говорит, ты-то там, меня никто не любит. Почему? Потому что я тупой. Кто тебе это сказал? Родители. И да, это должна быть последняя инстанция, которая, ну, уж точно тебе скажет, кто ты и какова твоя ценность. Но оказывается, и здесь тоже не без проколов. Буду откровенным. Опять же, раз уж этот проект организован Сотрудничеством студента-христиан, я хочу просто, чтобы это было справедливо, чтобы иметь хоть какой-то противовес, представить вам в конце моего выступления христианскую точку зрения на то, кто ты и чего ты стоишь. А есть множество вещей, которые не надо быть каким-то лядерным физиком, и не надо, чтобы я это рассказывал, которые можно чисто логическим путем додумать и дойти. к примеру, к примеру, все из вас, ну, мы не будем копать глубокие педагогические моменты, но все из вас прекрасно знают, что есть такая молитва «Отче наш». Как она идет дальше, это практически никто уже не знает. Но она начинается с прекрасных слов, которые очень четко показывают, кем ты являешься на этой земле. Если ты обращаешься к Богу «Отче наш», значит, он твой папа, значит, он твой отец. И как один человек говорил, ну, представляешь, пред Богом стоит, вот он лупится и лупится, и царя в нем видит, а папу не замечает. Точно так же мы не только дети в отношении Бога, но и его друзья. Иисус, разговаривая со своими учениками, здесь на земле произнес вот такую фразу «Я назвал вас друзьями». Но любая ценность любого объекта и человека в том числе определяется решательным фактором. Сколько за Него готовы отдать? Что за Него дадут? И для этого я хочу просто, чтобы вы понимали и знали, что Бог в свое время отдал для того, чтобы мы осознали свою ценность и свое значение перед Ним. Во-первых, почему Богу пришлось вообще что-то за нас отдавать? Зачем Ему пришлось нас выкупать, скажем так, или что-то жертвовать за нас? По очень простой причине. Я уверен, что Адам и Ева вообще прекрасно знали ответ на этот вопрос. Сейчас уже, когда это передавалось из уст пуста, множество, множество лет, утерялась такая истинная нить, но мы сегодня на ваше обсуждение, чтобы, когда вы идете отсюда, вы могли лечь уже дома и подумать, а не действительно ли так? Могли бы увидеть реальность нашей жизни. Все предельно просто. В свое время человек совершил ошибку, которая просто обесценила его в первую очередь в своих глазах и также полностью поставила стену между Ним и Богом. Многие люди представляют себе, что Бог, ну опять же, мультики, мультики так показали, мы так решили, это какой-то старый девушка, которая там сидит где-то на облаках и дожидается, кого бы молнии поразить, кого бы кинуть, как-то наказать и так далее. Но наше положение премьем подобно человеку, который каким-то образом нарушил закон. Ну и мы знаем, что существует 10 событий. Каждый из нас без исключения хотя бы раз в жизни нарушал этот закон. И когда я стал водителем, я понял одну ситуацию, что если ты что-то нарушил и тебе выдают штраф, штраф, я вот этот в Харькове на Красной так тупо проехал перед ГАИ вообще, перед постом, пролетел на Красный свет. Они меня остановили, выписали, слава богу, принимал, и 425 грива. И я узнал одну вещь. Я объясняю, друзья, слушайте, не, я не говорил о друзьям, конечно. Товарищи права вообще не нравится. Говорю, я дальше еду сейчас на Луганск, мне некогда сейчас ходить в штрафы платить, я не выводил. Это за вас может сделать любой другой человек. В течение 15 дней любой другой человек может пойти в мрэл и оплатить ваш штраф. Для меня это была полностью новость. И потом я подумал, что ага, подождите, точно так же Бог в свое время сделал для меня. и мы находимся в таком же самом положении. Он хочет всех в свое время привести в такое состояние и в такое место, где есть только Он, где есть только добро и только свет. Это то, что мы слышали с детства. Но в то же самое время нужно понимать, что так как Он справедливый судья, Он вынужден наказывать нас за ошибки и будем называть вещи своими именами. за грехи. Это, я думаю, понятно и школьнику, и не только судьбой. Мы находимся перед Ним в таком положении, что Он хочет нас спасти, а по закону, как справедливый судья, да, представьте себе, что Он уже пришел, до 54 года, Его ставят перед судьей, и Он начинает исполнять такое, что, ну, слушайте, я вот верный муж заначку домой приносил, опустите меня. И судья все равно ему скажет, я понимаю тебя, но должен наказать. В том числе в том же положении находимся мы. Каждый из нас при этом был искуплен, как говорит на Библии, нет и венны серебром и золотом. Бог говорит очень категорично. Любовью вечную возлюбил тебя. И любовь в нашем мире нужно доказывать, хотя и не обязательно, ну, если человек любит кого-то, это сразу видно. Что же касается Бога, Он доказал свою любовь очень простым поступком. Он настолько полюбил каждого человека, что вместо Него, чтобы заплатить тот самый штраф, тот проезд на красный свет, отдал своего сына, и вы знаете, когда это произошло, две тысячи лет назад на кресте, Иисус умирал вместо нас, уплачивая наши с вами штрафы. И я хочу закончить экономическим термином, раз уж мы говорим сегодня об ценности, для многих из вас, особенно кто-то на экономическом может в факультете учиться, будет интересно узнать, что последнее слово, которое Иисус произнес на кресте, и мы говорим об ценности, это единственное древнегреческое слово, которое я знаю, он выгорел на древнем английском языке, оно звучит так, это торговый денежный термин, он означает очень простую фразу, уплачиваем сполном. Сегодня, когда вы выйдете отсюда, мы пообщаемся с вами, поговорим о каких-то вопросах, наверняка у вас будет что спросить, вы как вот и обещали, написали номера для вас на слайде, мы пообщаемся, мы попьем вместе чая, и через час, наверное, может позже, если не захотите больше пообщаться, вы разойдетесь по домам, и бигборды, и картинки в маршрутках, и рекламу в телевизоре будут кричать вам, вы достойны того, делай то, ты должен вот это, вот это определяет твою ценность и стоимость, я же вам сегодня уплачиваю сполном. И когда вы будете размышлять сегодня об этом, пожалуйста, не позволяйте тысячи голосов вокруг вас кричать, твоя ценность определяется деньгами, статусом, часами, поселом и так далее, перекрыть эти тихие слова за тебя уплачено сполном. Большое вам спасибо, если у вас есть вопросы, то я вам пойду в ответ спорнеру. У нас есть два номера, вы можете расслабить даму сручную, но тут лайф не дуже ловить. если у вас есть вопросы, можете начать на этот номер, у нас очень мало, буквально хвилин 7, кто может, просто поднимайте руку, я буду подходить, задавать вопросы, и я буду намагаться отвечать. Не факт, что есть вопросы очень личные, которые стыдно спрашивают на публику, абсолютно спокойно, в дискуссионном формате, вы можете что-то спросить или задать какой-то вопрос. И я постараюсь на него ответить. Наша ценность определяется исключительно тем, что за нас было отдых. И библия, да? Ну, вот что определяет ценность вашего свитера? То, сколько денег вы за него отдали. Правильно? То есть, 500 гривен. То есть, чего стоит этот свитер? Понятно, что человека невозможно определить ценность деньгами, разве что это продается вам как раунд, как я говорил, за 90 долларов. Ценность любого объекта, ценность любого человека в том числе, определяется именно тем, что за него готовы отдать. Так вот, наша ценность определяется тем, что за нас был отдан не кто-нибудь, а непосредственно Божий Сын, пришедший на землю, проживший 33 года среди людей, но принявший решение добровольно занять наше место. Точно так же, как если брат-близнец приходит и говорит, что я пройду вместо него в тюрьму, скажем, или на смертную казнь, и никто не догадывается, потому что братья-близнецы, он показывает тем, что вот твоя ценность для меня, брат, моя жизнь отдается за тебя, вот твоя цена, ни деньги, ни машина, моя жизнь, ты стоишь моей жизни. жизнь. В нашем же случае произошло гораздо более глубокое событие. Бог сказал, ты стоишь жизнью моего Сына, вот настолько вклорок ты для меня. Такая наша ситуация. Дякую. Еще вопросы? Вы думаете пока еще. Я че-то одниково вважал, что наши ценности означаются нами самими, а не те, кто, что готовый за нас обратить, что готовый за нас свидать. Я же не думал, те, кто ты есть, что ты делаешь, что ты сам просягнул, что ты, возможно, навсиваешься в этом жизни. Это означает, кто ты такой. А те, что еще и другие думают, это нерелеванно. Наверное, кто бы это не думал. Чи это препарат визне, визнюк, тут вообще невозможно поспорить. Каждый сам за себя решает, будет ли он сам себя оценивать. Отсюда и появилась слово самооценка. Или он позволит Богу сказать, смотри, сколько ты стоишь. Потому что если я начну оценивать себя на основании своих достижений, то это значит, что моя стоимость это пластиковый диплом магистра филологии зарубежной литературы. Это степень кандидата мастера спорта по плаванию, когда ты плаванием занимал. Вот мои достижения и так далее. Это то, какие у меня дети, здоровые или нездоровые. Это то, как я выгляжу, это то, какой статус я, хотя это все временные факторы, абсолютно, ну что, ну достиг я. Сегодня вот я достиг, и вот я стою такой весь перец в пиджаке, и сейчас я выйду, не дай боже, камаз из-за вопроса. Вот и все мои достижения. То есть очень временно. Но, безусловно, я могу сказать, только я решаю, чего я стою. С другой стороны, то, о чем мы говорим сегодня, я могу также сказать, Боже, скажи ты мне, чего я стою. Раз уж мы позволяем другим вещам утверждать нам, чего мы стоим. Да, Лореаль, половина девушек планеты, доказал, что они достойны какой-то там краски для волос. Я принял в свое время в 20-го года простое решение. Поверить Богу в том, что Он мне говорит о моей стоимости. Хотя у меня, как я считаю, сама цель была очень даже обыкновена. И я себя считаю человеком успешным, я только прожил в Америке, и многие другие вещи, там, у меня есть машина, у меня прекрасная семья, но не это определяет твою стоимость. А то, что в свое время, я знаю, Бог настолько меня полюбил, что отдал своего сына, чтобы я в какое-то время мог быть с ним. за что уплачено? Что про ясный красный свет так дорого стоит? Еще раз. За что уплачено? Что про ясный красный свет так дорого стоит? Ну, если бы можно было за свои грехи расплатиться 425 гривен, я был бы очень доволен. Но и эти ценовые торговые отношения в Библии тоже очень строго регламентированы. Написано очень категорично. Цена за грех это смерть. Другими словами, цена за твою ошибку, цена, ну, опять же, с библейской точки зрения, за любой грех, нет, не обязательно должно быть убийство или ограбление банка, достаточно просто позавидовать. Была указана в прайс-листе очень категорично. Любой грех оплачивается абсолютно одинаково. Отделение от Бога и поход в ад. Вместо того, чтобы это сделал я и ты, две тысячи лет назад, это сделал сам он, пришедший на землю. И я тебе могу сказать, а, я не верю, и пойти и пытаться выслужиться и заплатить за то же самое. Точно так же, как кто-то пришел бы и мне сказал, слушай, ну вот, штраф я твой оплатил, я бы сказал, я не верю, ты, конечно, очень красиво все рассказываешь, но я пойду как-то заплачу, наверное, сам. Другое дело, что штраф за проезд на красный свет, да, вот за штраф вопрос поставленный, ну, минимал по 425 гривен. Плата за то, что ты совершил в свое время ошибку и не послушался Бога хоть чем-нибудь. Это смерть. это звучит страшно и очень неприятно. И ты думаешь, о, какой жестокий Бог. Он всех поставил у нас в такое положение. Мы сами себя поставили в такое положение. Точно так же, как я принял решение проехать на красный. Мы сами приняли решение там преувеличить, там собрать, украсться, и для того, чтобы нам не пришлось платить эту цену, он невероятное решение придумал, как заплатить самому вместо нас. Дякую. Дякую. Я думаю, Эдик дам очень много информации, о которой мы можем подумать дальше. Давайте покажем моменты.